Всем привет! Это программа «Реальный Донбасс», а я ее ведущий Андрей Дегтяренко. Здесь мы рассказываем новости, которые происходят на временно оккупированных территориях Украины и не только, а также развенчивая мифы российской пропаганды. И даем советы жителям оккупации и внутренним переселенцам. Смотрите сегодня в нашей программе. Что может поджидать мариупольцев под видом ремонта? И почему в Северодонецке становится опасно пользоваться телефоном? Узнаете в нашем дайджесте новостей. Окупанты придумали новый способ заставить украинцев брать российские паспорта. Чем шантажируют местных? Разбирались с экспертом. На границе Сумщины с Россией возобновили работу гуманитарного коридора. Как эвакуироваться из оккупированных территорий? Мы расскажем. Обязательно досмотрите это видео до конца. Сегодня будет много полезной информации. Также можете выразить свою реакцию лайком или комментарием. Нам важно ваше мнение. Ну а теперь к новостям. Жителям временно оккупированной части Донбасса ограничили возможность выезжать за пределы своего региона. Это сделали для того, чтобы российские туристы из аннексированного Крыма могли беспрепятственно проехать по сухопутному пути после атаки на Крымский мост. В псевдореспублике ДНР из-за курортного сезона даже приостановили продажу билетов межрегионального сообщения. О том, что еще происходит в оккупации, смотрите в дайджесте новостей за неделю. В оккупированном Мариуполе россияне под видом ремонтных работ грабят дома местных жителей, сообщает советник мэра города Петр Андрющенко. Так, жителей дома на проспекте Победы 63 выселили, чтобы сделать крышу. Но когда люди вернулись в квартиры, обнаружили, что самое ценное пропало. Также мариупольцы сокрушаются на произвол военных и строителей из Российской Федерации. Они пристают к женщинам и провоцируют аварии на дорогах. Российские захватчики на оккупированных территориях Херсонской области создали так называемые «школы молодого избирателя». Их цель – подготовка старшеклассников к выборам президента России. Учения они планируют начать в сентябре текущего года и закончить в марте 2024 года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В этих школах представители так называемых избирательных комиссий, поддержавших оккупационные власти, намерены научить детей фальсифицировать выборы. В оккупированном Севердонецке опасно пользоваться мобильным телефоном. Тем более делать фото или видео окрестностей. Это вызывает подозрения у так называемых патрулей, которые кошмарят жителей. Они тщательно проверяют местных и ищут среди них проукраински настроенных. Поэтому местным советуют вообще на улице не доставать мобильный. 70% рубежного разрушено русскими захватчиками. В городе полностью уничтожено 39 многоэтажных и 983 частных домов. Разрушены частично около 5000 зданий. Также в результате преступных действий российской армии временно оккупированная рубежная Луганской области лишилась железнодорожной инфраструктуры. Видео разрушенного вокзала показали в сети. На оккупированных территориях Херсонской области дефицит медицинского персонала. Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Поэтому захватчики завозят в регион российских врачей. Так в Каховку прибыли медики из Санкт-Петербурга. По данным Центра национального сопротивления, эти гастролеры едут зарабатывать в оккупацию. За работу в зонах военных действий они получают надбавку. Ранее эти самые врачи работали в оккупированной Сирии. В Луганск становится сложно попасть людям без российского паспорта. При его отсутствии военные оккупационные армии тщательно проверяют документы и проводят допросы въезжающим. По данным Луганской областной военной администрации, треть жителей Луганщины до сих пор всячески избегает российской паспортизации. Как россияне заставляют украинцев брать вражеский паспорт? И почему ускорилась насильная паспортизация на временно оккупированных территориях? Мы разбирались с экспертом в нашем сюжете. Давление на жителей так называемых ЛНР и ДНР усиливается. Людям угрожают депортации за отказы получать российский паспорт. Это один из способов примусу. С боку российских мажновладцев мусить взяти российский паспорт для жителей оккупованных территорий. Согласно законодательству Российской Федерации, с 1 июля 2024 года человека без российских документов будут признавать иностранным гражданином. Соответственно, он представляет угрозу для оккупантов, а значит, его нужно выселить. Захватчики этим указом уже предусмотрели, что жители так называемых новых территорий, которые не приняли гражданство РФ, признаются иностранными гражданами и могут быть выдворены, если представляют угрозу национальной безопасности. Сами понимаете, что нарушение национальной безопасности – это практически любое действие наших граждан, которое они могут совершить. Украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск Луганской области уже принудительно выселяют из собственных домов. Захватчикам не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. По данным Генштаба, после выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение. В окупованих після 24 лютого территориях досить поширеною є така практика, що ти без російського паспорта не зможеш віддати дитину в школу, не зможеш віддати, умовно кажучи, дитину в дитячий садок. Що ти, умовно кажучи, якщо ти фермер, то ти не зможеш продавати своє зерно без того, щоб перереєструвати підприємство на російську юридичну особу, відповідно тобі так само потрібен уже для цього випадку російський паспорт. На временно оккупированных территориях россияне принудительно паспортизируют даже детей от 14 лет. При этом, если ребенок не получает документы РФ, то родители заплатят штраф. А затем, в будущем, их и вовсе могут лишить родительских прав. Уже сейчас без паспорта РФ на оккупированных украинских территориях нечего делать, без документа невозможно. Устроиться на работу, делать любые официальные или финансовые операции выпускникам, нельзя получить диплом или сдать экзамены. Также есть сложности с передвижением. Окупанты делают все для того, чтобы люди оказались в безвыходном положении. На усі административні, освітні, інші послуги, які ще існують на оккупованных территоріях, накладати такі норми, які будуть змушувати людей брати паспорти. Также так называемых «укланистів» от российских документів отлавливають специальні патрулі, с ними проводять профилактическі беседи, а некоторых даже отправляють на подвал. В случае похищення людей, последующі пытки зафиксированы в «Энергодарі» Запорожській області. Но, несмотря на давління оккупантів, на неподконтрольних Україні территоріях ще достатньо багато людей, які відмовляються получати российське громадянство. Например, на оккупированной Луганщині трет жителів всячески избігають российської паспортизации. Об этом сообщил глава Луганської областної воєнної админістрації Артем Лысогор. Люди в невеличких селах, в невеличких містах, ті, що не так часто контактують з безпосередньо державними органами, державними сервісами, ті ще якийсь час можуть жити без паспорта. Але проблема є так само те, що багато російських блокпостів, тобто тобі треба кудись поїхати, наприклад, банально в сусіднє село на якийсь там ринок. І так чи інакше тебе будуть перевіряти, і український паспорт може спричиняти додаткові проблеми для його носію. Тому це, на жаль, така тенденція, яка є достатньо проблемною. На захвачених южних територіях окупанты шантажирують українців виплатами. Гражданам, які мають ID-карти українського образця или паспорта граждан України, вже не платять пенсію. Сотрудники так называемых банков-оккупантов предлагають жителям замінить українську ID-карту на паспорт РФ. І після цього обіщають платити пенсію. Також оккупационні власні обіщають деньги подросткам за получення російських паспортов. Таким образом, росіяни надіються виконати план по паспортизації регіона к 2024 році. По суті, цим самим вони ставлять за мету все-таки прив'язати людей до тих політико-правових реалій, які існують всередині російської федерації. Це дійсно спроба інтегрувати людей в російське політико-правове середовище, щоб їх контролювати більш ефективно. Еще одна найболі вероятна причина принудительной паспортизації – це предстоящі вибори. Росіяни таким образом хочуть обеспечити явку на окупированних територіях. С 5 августа у жителів Донецка і Луганська знову появилась можливість виїхати на підконтрольну територію не через треті країни, тому що заработав гуманітарний коридор Колотиловка-Покровка. І якщо вам інтересно, як він роботає і що стоїть участь при планированні путешествия – це видео именно для вас. Пункт пропуска знаходиться на границі Сумської і Белгородської областей. Дорога із Луганська туди составляє около 500 км. Це в рази менше, чим путь через треті країни. Через цей коридор можна в'їхати в Україну даже без українського паспорта. Может впадати свидетельства о рожденні, удостоверенній или інших документів. Кожний день границу в цю сторону переходит около 200 людей. В спеціальному телеграм-каналі люди ділятся своїм опытом і відмечають, що весь процес перехода може занять до 5-6 часів. Расстояние между двома границами – около 1,5-2 км. Його потрібно пройти пішком. І це самая больша сложність коридора. Тому не стоит брати з собою багато вещей. Все придеться нести в руках. Пенсіонерам і маломобільним гражданам помогають інші, які пересість границю, а з української сторони дежурять врачі. Україні ще поки не вдалося договоритися з Красним Крестом о підвозі пенсіонерів. Тому по разбитій грунтовці приходиться йти всім. Сразу за українською границей людей автобусами забирають в Краснополье, ближайший пункт с гуманітарной помощью і іншими услугами. Там же можна переночевать перед отправкою в Суму і далі. Каждеше утро в 6.47 із Сум їдет эвакуационний поїзд на Київ. Україна і міжнародні організи не можуть гарантировати, що армія Росії не почнє обстреливати цей участок. Тому безпасність – найбільшій риск такого пути. Кроме того, людей по дороге може ждати нескільки допросів. При в'їзді в РФ, при в'їзді оттуда і з української сторони границі. Ще один такой коридор є тільки на українсько-белорусській границі в Волынській області. Других законних коридорів зараз не существує. Однак власти советують украинцам ехати через территорию Беларуси тільки в крайних случаях. Кроме этого, потрібно предупредити пограничну службу зарані о планах пересечь границу. Це можна зробити по телефону на горячую лінію 1548 чи волонтерам «Восток СОС». В день через такой коридор возвращається всього по нескільки чоловіків. Якщо ви решили покинуть оккупатию, позаботьтесь о том, щоб на ваших телефонах не було лишних подозрительних фото. Ощистите исторю поиска в інтернете і закройте вкладки, а приложения с соцсетями лучше вообще временно удалити. Понравилось видео? Больше полезних матеріалів найдете на нашому сайті. Це все новости на сьогодні. Спасибо, що смотрели нас. Ставте лайк этому видео і обязательно підпишитесь на наш канал. Увидимся!